Запуск эфира. Прямой эфир. Добрый день, доброе утро, Руслан. У кого-то доброе утро, у кого-то кофейное утро. Утренний кофе называется у нас передача в кофейне эспрессо итальян. Теперь кофеманы не идут к нам, мы решили сами построить кофейню на территории нашего офиса. Вот это кофейня, мы ее построили у себя в офисе. Вот такая у нас кофейня. Значит кофейня, Роман, я тебе передам этот гаджет сейчас. Вот у нас такая кофейня, она стоит прямо в зале у нас в центре офиса. Вот у нас тренинг-центр напротив. Привет, Матвей. Утренний кофе, пожалуйста, чашку эспрессо. Роман, а будешь же без молоко исправить? С удовольствием, да. Все ваши пожелания. Вот такая у нас кофейня. И стакан под эспрессо. Там одноразовый стакан под эспрессо есть. Такое вот у нас. Дарим кофе за фото. Слоган кофейня эспрессо итальяна. Вот такая у нас. Ну, хорошо. Хорошо. Спасибо. Хорошо. Ну, у нас сегодня безлактозное молоко, мы похудаем. Как хотите. Благодарю вас. Очень люблю. Пальцем не догадались. Роман, вам может быть еще кофейку? Нет, достаточно. Эспрессо? Эспрессо, Камечкана. Да. Я, пожалуй, еще эспрессо. Как у нас работает машина? Покажи, пожалуйста. Стационар отдельно, да, у нас работает? Машина без систем водоподготовки. То есть мы используем бочечный насос, флуджет. Две бочки, одна бочка на слив, одна бочка на чистую воду. То есть требуется фактически только электророзетка, правильно? То есть замечательно, машина Касаде, кофемолка Касаде трудится. Вот, в принципе, все рабочее место. Ну, хотелось бы еще иметь маленький холодильник для молока. Это возможно? Да, возможно. А, сейчас Роман подчеркнул, когда такой вот кофе готовит? Ну, давайте я сниму, да. Суть концепции надо рассказать. Ну, что, в принципе, идеология очень простая. Ну, наверное, ты расскажешь, да? Да, расскажу. Сейчас я приготовлю чашечку кофе, и мы, пожалуйста, это все дело сделаем. Скажем, да? Значит, два каплючика. Замечательно, да? Да. Чашечек, конечно, можно было бы поменьше. Сюда еще гаджет принесет. Маленький петчер. Так, все. Кофе готов. Сейчас будем делать капючинку. Можно у вас сюда? Можно. Пожалуйста. Можно у нас. Значит, это у нас что? Это у нас кофейня. Кофе с собой готовый вариант. Эспрессо Итальяна, да? Да. Байцем не загораживают камеры с этой стороны. Слева камера у тебя. Вот вот отсюда перспективно. Вот так снимать. Ну, я пытаюсь, чтобы... Все готово. Все готово, да. Можно снимать. Вот так, чтобы у нас двое было видно. Мы еще раз скажем про кабинет. Подойди поближе. То есть, не Федерико Филини снимать. Издалека и из-под Тишка. А, из-под... Да, из-под туда. Да, из-под туда. Ты у нас Тарантино. Поэтому твои планы должны быть четкие, близкие. Кофе. Близкие планы. Как в его фильмах. У нас утренний кофе-передача, по-моему, что присаживается. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Да. Значит, в чем идея этого бизнеса? Что за кофейня Эспрессо Итальяна? Какое у вас коммерческое предложение? В чем преимущество? В чем преимущество? Уникальность вашего проекта? Модель очень простая. Вам нужно просто-напросто покупать у нас ингредиенты. Да. Все горячие напитки. Это чай, кофе, шоколад, сиропа. В общем, мы построили кофейню. Она 2,5 на 2 метра. Выдается совершенно безвозмездно, без оплаты. Бесплатно, коммерческо, бесплатно. Вы можете взять эту кофейню себе. Полностью укомплектованной кофемашиной, кофемолкой, доской с логотипами, с мойкой, посудой. И заниматься бизнесом. Все, что от вас требуется, это найти место аренды. Все. И работать. И зарабатывать деньги. То есть, самая простая франшиза, в которую можно войти просто так. Честная франшиза. Нету никаких подводных камней, нету никаких там паушальных взносов, нету никаких... Не удался бизнес, не получилось заработать, вернули наше имущество. Да, определяется. Единственное условие, это нужно у нас в месяц покупать не менее, не менее 20 тысяч рублей различных ингредиентов. Да. И вы в кофейном бизнесе. В шоколаде. И вы в шоколадном бизнесе. Кофе продается у нас, фирменный кофе продается Эль-Рома. Вот он. Виа Апия, Виа Помпея. Пока две дороги, ведущие в Рим. Откроем скоро еще две автострады Аврелию и Фламиню. А какие вот обычные бывают ситуации? Вот я разговаривал с нашими покупателями на тему, что в большом счете, что основная проблема не в найти кофеоборудовании, не найти хороший вкусный кофе, не научиться варить кофе, а все-таки аренда помещений. У меня есть очень хороший товарищ, от которого мы давно трудимся, я ему помогал подбирать оборудование. И вот он говорит, Руслан, я посмотрел более 40 объектов где-то за полтора месяца. Я не спешу, спокойно смотрю, отслеживаю. И объекты не являются, скажем так, интересными с точки зрения перспективности работы. Очень много франшиз, люди просто продают и говорят, берите наши решения, ставьте где хотите, и у вас будет результат. Мне кажется, что очень большой успех это места, где, собственно говоря, должны быть торговые точки. И вот здесь можно поспорить. Роман, ты как считаешь, можно ли открываться в тех местах, где уже есть кофей? Я думаю, что можно, абсолютно точно, можно открываться там, где есть, по примеру, фудкортов, например. Там же куча разных, рядом, рядом, рядом заведений. Другой вопрос, что делается? Самый большой и правильный секрет, самый большой секрет, это вкусное приготовление любого продукта. Если вы используете качественные ингредиенты кофе, хороший кофе, не за 500 рублей, а за нормальные деньги, правильный, стабильный кофе или роман, вы можете стоять рядом с любой точкой. То есть, есть идеология просто переключить... Есть идеология, варианты вкусного кофе, и они пойдут, у них сидят там чего-нибудь, а кофе пить придут к вам. Ну, Сереж, ты не затрудни-то молока и пить, понимаешь, кофе пить придут к вам. Это просто мало. Спасибо. Ну, я люблю гулять по Москве, мне очень нравится старая часть Москвы. И я вижу, что есть вообще отдельно стоящие небольшие точки, и это удивительно, то что они находятся там в переулках. То есть, у них какой-то свой клиент, свой потребитель, свой, не знаю, там, подход к ведению бизнеса. Вы вот считаете, есть перспективы у этих точек, локальных точек, которые открываются где-то вот на первых этажах дома, так в московских переулках? Да, да, считаю, что есть перспективы. Потому что, ну, яркий пример этому такой проект, который называется мой такой любимый проект W, WB, если говорить на английском, да? WB, нормально развивающийся проект, притом они именно в каких-то таких локальных местах находят места вполне себе, небольшие такие кофейни, которые, куда приходят люди. Ну, те, кто их знает, на самом деле, такие, я не знаю, там, статистики у нас никакой нет, но... То есть, они они... Крутируются по какой-то подписке, что ли, или так? Ну, возможно, ну, такое, чтобы точно дать данные, анализ нужен, но, насколько я понимаю, что, возможно, отвечая на твой вопрос, да, возможно. Потому что ты же знаешь, в Италии, в Испании, сколько кофейни, их тысячу. Там попрямление просто чуть-чуть не уро. То есть, в нашей стране, мне кажется, кофе не является тем продуктом, который не является... Чай. Чай. Но я чайных не вижу. Чайных... А где есть чайные? Ну, мне кажется, тот же самый, там, в Бегистан, в Канадах, в Канадах, в Канадах. Но они... В Бегистане прижился. Пловные, какие-то... Это традиционные вещи. Да, да. Для этих... Для среднеазиатских стран? Конечно, традиционные вещи, да. Тарантино заговорил. Ну, если я не испорчу вашего эфира своим комментариям... Вот. Понимаешь, да? А какова вероятность, скажем так, нашего проекта? Что помимо, вот, просто оборудования, помимо кофе, помимо... Значит, что еще дает компания... Первое, что дает наше коммерческое предложение, это... Первое, что дает наше коммерческое предложение, это самый такой... Главный вопрос, инвестиции в бизнес, да? То есть, простой, дешевый, то есть, безденежный вход в бизнес, на самом деле. То есть, не нужно покупать кофемашину, не нужно покупать стойку, не нужно ее создавать, не нужно искать дизайнеров. А может, вы кофе дорого продаете? Может, в этом секрет? Нет, кофе мы продаем. Где, 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 где подводные камни для молодого предпринимателя? Для молодого предпринимателя подводных камней нет. Мы, так сказать, как носители культуры итальянского эспрессо, питье, да, и... Внедренческая компания эспрессо в России, итальянская культура... То есть, вам итальянцы деньги доплачивают? Мы фактически внедряем, потому что мы, по сути, являемся сами итальянцами. То есть, наш бренд кафе Эль Рома непосредственно родился в Италии. Да, Венеция. Да. В регионе Венето Эль Рома это итальянский кофе, который там родился. Вот. В городе... Белуна. Белуна. То есть, получается, что никаких подводных камней нет? Подводных камней нет. И еще у нас есть такая идея патриотизма российского, бизнес-патриотизма. Мы поднимаем такой российский бизнес, мы патриоты Родины, как говорится. Мы хотим, чтобы у нас бизнес рос. Мы хотим поддержать молодых предпринимателей, молодых людей поддержать. Для тех, кто хочет найти себя в жизни, начать свой первый бизнес, может себя попробовать. Может получиться, может не получится. История очень непростая с молодыми людьми, когда они заканчивают какие-то технические вузы, практические вузы, и потом понимают, что... Вместо того, чтобы пойти куда-то, они могут попробовать в нашем бизнесе себя как-то проявить. Если не смогут, ну не смогут. Если достаточно большой сегмент так называемых барменов и баристов, которые уже выросли из этих штанов сотрудников компании, они в принципе могут... Для баристов тоже, да. Для баристов, для разнообразных баристов, да, разных баристов. Хотите свое дело открыть? Приходите, мы вам дадим это все бесплатно, без денег. Забирайте, делайте свой бизнес. А что нужно? Нужно, наверное, какие-то юридические документы, да? Ну, нужно иметь ИП, там, индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо ООО. Если нет у вас ИП, если нет у вас юридического лица, мы можем вам предоставить свое ИП и свое юридическое лицо. Можете работать. То есть, такой итальянский вариант, когда люди находят помещение... Да, можете найти помещение, мы и заключим с ними далеко. С вами у нас будет соглашение, что вы открываете этот договор аренды, ну, то есть, вносите деньги. А пользоваться юридическим вы можете лицом нашим безвозмездно. Так у нас дальше дойдет к исламскому ведению бизнеса, честной, когда практически все дается на уровне... Это тоже мы можем устроить, если кому-то нужно устроить именно в таком плане бизнеса, развитие, то у нас есть, опять же, соглашение с несколькими такими фондами, катарский фонд, скажем, развитие бизнеса. По мусульманам-караманам, по иудеям-круславамам. По иудеям они попадут к тебе, да? Но ты сегодня забыл свой этот пейс. Шапочку. Это только при сделке, кстати. По поводу кофе. По поводу кофе. Вот у нас вот пачки. Почему-то у меня напоминает ваш пейс вот этот. Значит, вот у нас пачка кофе. Что касается комментариев, у нас он халяльный, у нас он кошерный. Да, все ребята здесь присутствуют. Вот. Вот у нас логотип Эль Рома. Италия, производство. Один килограмм. Кстати, центральная синагога потребляет наш кофе. Да, центральная синагога, наш кофе, кстати, к столу подойдет. Теперь мог у нас просто прекратиться. Да, тогда нужно пока...